привет друзья с вами диджей бойко и сегодня мы рассмотрим контроллер от компании дэнон с си лайф 4 это новый контроллер которая любезно нам предоставил наш коллега владимир я давно хотел испытать контроллеры от компании дэнон но не было у меня такой возможности как вы знаете работаю я на оборудовании пионер по большей мере работаю на оборудовании пионер и пионер то я знаю полностью преподаю на пионере когда-то очень давно в девяностых когда я начинал свой диджейский путь дэнон для меня было оборудование номер один на диджейском рынке тогда еще не существовало проигрывателей лежачих на столе это были все рековые проигрыватели от разных компаний и дэнон по моему мнению был ну просто самое лучшее оборудование в тот момент после того как пионер создал вертушку которая лежит на столе все очень сильно изменилось поэтому некоторые моменты в работе контроллера я буду рассматривать отталкиваясь от того что я знаю в оборудовании пионер и так контроллер который мы сегодня рассматриваем это контроллер который может работать сам по себе без компьютера и сочетании с компьютером причем что он может работать с программой от компании дэнон диджей а может работать с программой сират это отдельные вопросы сегодня мы рассмотрим как он работает сам по себе что это за зверь запускается у нас здесь кнопочкой контроллер сделан не железа он сделан по большей мере из пластика но пластик качественно на ощупь такой прям контроллер достаточно тяжелый у контроллера встроенные акустические системы такие звучат как крутые bluetooth колонки и так происходит запуск на борту у контроллера своя операционная система а теперь давайте сделаем следующее сейчас мы видим демо треки которые закачаны внутрь контроллера а я подключу сюда свой ssd диск на 500 гигабайт со своей музыкой которая создана в рекордбоксе рекордбокс collection найдено на бойко юсб хотите ли вы импортировать окей давайте посмотрим 500 гигабайт ну наверное музыки там где-то около 300 гигабайт может быть 270 посмотрим как он импортирует библиотеку бау 7000 треков достаточно быстро уже 6000 я думал можно будет успеть попить чай но нет по всей видимости ему потребуется не более трех минут интересно он видит он видит папки но он не видит у меня плейлистов да папку контент видит не нашел вау папки то видит а библиотеку рекордбокса не видит может быть потому что она большая сейчас попробуем прикормить ему так рекордбокс коллекция найдена так хорошо 1000 треков попробуем мгновенно практически здесь я вижу плейлисты рекордбокса и так давайте быстренько пройдем по контроллеру беглым взглядом что мы видим значит ручки gain подключение двух микрофонов трехполосный эквалайзер блок фильтров color fix 4 канала фейдера работа с наушниками две ручки кнопка сплит для работы с наушниками то чего нет на большинстве контроллеров компании пионер к примеру кроссфейдер блок эффектов биты фикс каналы назначение каналов управления временем в эффектах выбор эффекта здесь мы видим старт q стандартно все ну давайте послушаем как он работает допустим выбрали трек выбираем канал в которых прогружаем всем 1 очень хороший экран наушники у меня на фронтальной панели встроенная акустика звучит очень хорошо и на самом деле вот просто поиграть там на домашние вечеринки себе очень легонечко чтобы не качать соседей сам эту так погнали теперь рассматриваем значит режим винил q stop q stop перемотка у нас работает здесь через функцию shift то есть если мы просто нажмем мы прыгнем на следующий трек зажимаем shift держим shift и перематываемся по композиции выбор проигрывателя первого или третьего второго или четвертого соответственно здесь можно реверс работает у нас лук стандартным выйти из лупа нажатием этой кнопки выходим из лупа вот отделение доли функции синхронизации пич мастер темпа давайте посмотрим color fx фильтр low-pass фильтр high-pass фильтр причем что резонанс фильтра позже покажу в настройках можно подстроить да то есть на самом деле далеко не на каждом контроллере можно подстроить резонанс фильтра во всяком случае у компании пионер так меню settings давайте посмотрим микшер отлично что мы видим у микшера так 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 фильтр фильтр резонанс да то что можно применять для мягкого сведения отлично вообще супер значит настраиваемый фильтр noise ну естественно можно использовать на отдельном канале эхо вошь ну такой эховый сброс не знаю почему вошь так значит давайте посмотрим эффекты которые находятся в блоке битэфикс сейчас у меня выбор эффекта это выбор долей это время работает с долями мы выбираем эффект который прекрасно видно это какие здесь есть эффекты эффект первый эффект эхо следующий эффект делай сделаю долю побольше чтобы четыре первых холл даже наушники не хочется одевать параметр холла отображается не в процентах как это чаще всего выглядит а в битах непривычно ну вот так как есть пинг-понг классический дилей вправо-влево автогейт фленджер самый любимый эффект у многих классный эффект детство напоминает диджейское детство но не переусердствуйте этим эффектом когда будете работать потому что для многих диджеев это мувитон да в принципе вам наверное должно быть все равно ну ну а так фленджер что еще у нас есть лфо-фильтр лфо-фильтр автоматический фильтр восемь битов и складывается уменьшаем четыре бита ну хорошо все по классике как практически везде фейзер краж ну достаточно большое количество эффектов краж ну давайте посмотрим краж хорошо ролл классический угу глубина ролла интересного допустим у пионера глубина ролла у нас на 50 процентов будет полностью перекрывать трек здесь до упора наверно для дэна на это какое-то стандартное значение и реверк итак теперь быстренько пробегусь по эффектам какие есть эхо дилей холл пинг-понг автогейт фленджер лфо-фильтр фейзер краж ролл реверп на самом деле для контроллера который работает сам по себе это достаточно большое количество эффектов если я хочу отключить внешне акустику можно это сделать кнопочкой спикер он и акустика не работает давайте заглянем в настройки вот на что я обратил внимание на то что в этом контроллере дэнон дает достаточно большое количество настроек то есть вы можете под себя подстроить очень многие параметры давайте посмотрим по микшеру то что вы можете использовать в работе тип эквалайзера изолятор либо нормальный вот что интересно здесь вы можете настроить ту частоту где происходит перелом допустим у высоких либо у низких частот сейчас попробуем изменить что-то смотрите мы оставим сейчас только высокие частоты на треке зайдем сюда настройки и попробуем поменять сейчас у нас стоит 5000 то есть на восьми тысячах перелом происходит высоким на тысячи килогерц на пяти тысяча герц две тысячи три тысячи но здесь прям вообще восемь тысяч соответственно та же история по низам интересно кто-то использует это но интересная настройка на самом деле никогда не пользовался такой настройкой я понимаю на что это может влиять что наверное это можно подстроить под какие-то жанры определенные музыкальные да и ну никогда не работал с ней фильтр резонанс мы посмотрели фильтр экстрим тип полностью убивает но и свит волум но и свит волум я так понимаю это у нас уровень да уровень но очень хорошо что есть настройка сплит сплит кью режим который я постоянно использую в работе никому то он не нужен здесь для каждого индивидуально настройки микрофона можно подключить два микрофона послать его в мониторы послать в наушники это все можно отключать и включать это очень важно на самом деле для диджея почему потому что работа диджея очень часто сопряжена с работой ведущего эмси да и бывает так что его заводит прямо в контроллер либо там в диджейский пульт работает реально работа эмси очень часто мешает работе диджея диджея не нужно слушать очень часто что происходит в эфире у эмси поэтому это очень круто когда вся эта работа разделена уши будут целее если вы отключите эмси в своих наушниках сервисы которые можно подключить болтонлинг amazon music битсорслинг битпортлинг саундклауд тайдл дропбокс скажите кстати играет кто-нибудь на онлайн сервисах работаете ли вы с онлайн сервисами музыкальными как диджей сейчас на борту здесь стоит операционная система 2.4.0 и она может обновляться сама по себе когда вы подключите его к вайфаю давайте рассмотрим блок пэдов значит кьюшки стандартно лупы блок лупов интересно и лупы сохраняются роллы классической слайсер понятно то что я еще не показал у него есть по-моему даже работа с тональностями кванта сетка подправить сетку да здесь можно работать с тональностями шикарно на пионеровских контроллерах я этого вообще не встречал только на сиди g3000 на всех остальных контроллерах и то есть пионеровских но только на тех которые работают с программой рекордокс что у него есть сзади xlr выход параллельно есть rsi тюльпанчик есть входной тюльпанчик подключение по юсби возможно воткнуть sd-карту можно взять большую sd-карту и накидать туда много-много музыки можно подключить юсби диск но что-то у меня пошло с базой рекордбокса не так я думаю что это только с базой рекордбокса преимущество этого контроллера самое главное он работает без компьютера у него есть свой внутренний звук у него есть прекрасный экран на самом деле с этим контроллером уже можно полноценно работать он может себя записать ваш диджейский микс стоимость этого контроллера но по моему около 1300 евро но это не в нашей стране само собой учитывается перевозку и так мое первое знакомство с оборудованием дэнон диджей современным оборудованием дэнон диджей контроллер достаточно приятный в использовании в управляемости сделан качественно чувствуется с любовью я насколько понимаю слабое место у дэнона еще является его программное обеспечение оно еще как как-то выглядит для меня во всяком случае показалось сыроватым но железяка видно стоящее хорошее и наверное 4 канальный контроллер который работает без компьютера на сегодняшний день это наверное контроллер номер один этот контроллер будет номер один который является 4 канальным и работающий без компьютера надеюсь вам было полезно до встречи с вами был диджей бойко а и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»